У меня самые крутые подписчики! Давайте это всем докажем и наберем под этим видосом много лайков! Также не забывайте рассказывать о нашем канале всем своим друзьям! Мы рады каждому новому зрителю! А вот самый главный красавчик, который выиграл путевку в видео! Хочешь увидеть себя на этом месте? Все просто! Нужно подписаться на канал, обязательно включить колокольчик и написать вам бездный комментарий! Короче говоря, меня выгнали из дома! Это была местная разборка! Сегодня я решал серьезный вопрос с опасной пандой! Значит так, уважаемый! Либо мы решаем дела по-хорошему, либо я заговорю с вами на языке боли! Ха, очкарик? Что такое? Ты что, с игрушками разговариваешь? Нет, тебе показалось! Короче, слушай, мне срочно отъехать надо, побудешь тут один! Да вообще не вопрос! Отлично! Только это, сейчас по подъездам куча спрута ходит, смотри, никому не открывали, хорошо? Да ладно тебе, ты посмотри, какая у нас банда! Мы любого вот делаем, хомя! Пусть только сунется! Ну да! Брат ушел! Я остался один дома! Играть в бандитов надоело! Хотел придумать новую игру! Однако в этот момент позвонили в дверь! Я вспомнил слова брата! И решил притвориться, что дома никого нету! Но гость продолжал трезвонить! Мне стало интересно, кто там такой настырный! Посмотрел дверной глазок! За дверью стоял странный парень! Тело его было обернуто простынью! Мне стало смешно! И я не смог сдержать свой смерть! Дверь сильно постучали! Черт, я спалился! Решил не прятаться, а быстренько прогнать незнакомца! Добрый день, светлый человек! Я ищу людей, заблужденных на дороге жизни! И веду их на тропинку просветления! Не желаете ли обсудить это? Нет-нет, спасибо! Лучше забудьте тропинку к этой квартире! И варите куда подальше! До свидания! А у меня есть конфетки! Конфетки? Ну ладно, у вас есть пять минут! Заходите! Но потом выметайтесь! Незнакомец начал рассказывать о своем движении! Мне было все равно! Но вот конфеты у него были отменные! Я съел пару штук и сразу почувствовал какую-то легкость! Стало так хорошо, что даже разговоры этого человека начали вызывать интерес! Я предлагаю вступить в наш клан, чтобы делать этот мир чище и свободнее! Что думаете? Вы знаете, я давно мечтал сделать этот мир чище! У меня даже есть собственная банда! Так что думаю, нам стоит попробовать! Отлично! Вам нужно пройти посвящение, чтобы доказать, что вы достойный кандидат! Также нужно внести членский взнос в размере 50 долларов! Деньги зло! И вы должны начать от них избавляться! Да, конечно! У меня есть, точнее у брата есть деньги! Я сейчас принесу! Думаю, что Андрей сильно не обидится! У него этого добра и так полно! Ведь мой брат знает самый надежный сервис! С большими выигрышами и с самыми быстрыми выплатами! А ссылку на этот надежный сервис вы найдете в закрепленном комментарии! Я заплатил членский взнос! И мы с моим новым другом начали обучение! Первым делом нужно очистить свой шкаф от злых духов! Поэтому всю свою старую одежду выкидывайте в этот мешок! Ага! Сейчас! Я послушался и без проблем справился с этой задачей! Лишней одежды у меня больше нету! Теперь для очищения нужно выпить это! Ммм, вкусно! А что это? В составе этого зелья болотная жиджа, улиточная слизь, плесень и гнилая вишня! Фу! Вот видите, очищение прошло успешно! После этого мой друг начал осматривать вещи в квартире и сказал, что мы используем много ненужного! Складывайте сюда все излишества и вы достигнете полного очищения! Я отдал свой телефон, приставку и все сбережения Андрея! Ага! Поздравляю вас! Вы теперь официально новый человек! Ура! Спасибо большое! И тут вернулся мой брат! Он увидел незнакомца и начал ругаться! Я пытался объяснить ему, что надо жить новой жизнью, но не послушал меня, а наоборот выставил нас за дверь! Но я не расстраивался, ведь благодаря этому я воссоединился с природой! Теперь у меня был новый дом и я чувствовал себя прекрасно! Слушай, что-то я задолбался за сегодня! Пойду, пожалуй, а? Подождите! Вы куда? Еще чуть-чуть и настанет просветление! Я чувствую его! Да забей ты! Я тебя грабить хотел! А пришел твой брат и все испортил! А ты еще лошары, которых поискать надо! Но как же новая жизнь! Зашибись! Говорили мне, не бери конфетки у незнакомых дядек! Так, теперь надо как-то дорогу домой найти! Ой, черт! Дурак! Ох, дурак! Короче говоря, я познакомился с друзьями брата! Я делал задание по философии! Тишина и спокойствие! Никто не мешает! Длилось это недолго! Меня потревожил звонок в дверь! Я посмотрел в глазок! Было темно! Спросил, кто там! Они представились грабителями! Я очень сильно испугался! Взял лошадь! Эй! Я вооруженный опасен! За дверью послышался смех! Оказалось, что это был брат и его друзья! Я открыл дверь! Какую я... Смотрел на них! Они смеялись! Долго смеялись! Я не понимал, в чем дело! Но потом один из друзей брата мне сказал! Чувак! Ты облучился! А я был готов к этому! Нечего смеяться! Вы пошутили? Грабители, грабители! А мне после вас штаны менять надо! Они засмеялись еще громче! Я ушел, закрылся в комнате! Поменял штаны и продолжил выполнять задания по философии! Прошла одна минута! Две минуты! И тут очень громко заиграла музыка! Я не мог сосредоточиться! Ждал 10 минут! 20 минут! Мое терпение лопнуло! Так продолжаться не может! Я был настроен серьезно! Зашел к ним в комнату! Хотел сказать! Быстро выключаем музыку! И стартуем к выходу! Но я сказал! Эээээээ ребят! Малой, чего тебе? А можете чутка тише музыку сделать? Чуть-чуть! Друг брата сказал, чтобы я шел отсюда! Только в грубой форме! Обидно! Но тут брат его успокоил! И предложил мне присоединиться к ним! Я хотел отказать! Но подумал, что с такой шумихой философию доделать всё равно не получится И поэтому согласился Оказалось, что они весёлые ребята Я захотел влиться в их беседу Посмотрел на гопника Гопник посмотрел на меня Я подумал, что опять обмочился Посмотрел на штаны К счастью, они были сухими И тогда решил с ним заговорить А ты знаешь, что съеденные в больших количествах семечки Могут вызвать и жопу А ещё... Он перебил меня Сказал, что если я не помолчу То мне придётся покупать новые очки Денег на новые очки у меня не было И поэтому я решил помолчать Брат сказал, что надо покушать Но холодильник был пустой Поэтому они решили заказать пиццу Он пошёл за телефоном Его друзья переключились на меня Спросили, чего я такой грустный Сказал им, что я весёл Они мне не поверили Решили поднять настроение необычным способом Предложили хребнуть какой-то волшебной водичке Хотел отказать Но любовь к экспериментам победила И я согласился Было интересно, что это за водичка такая волшебная Попробовал Ну и гадость Они сказали, что подействует через пару минут Прошло 3 минуты И правда, стало весело Мы смеялись, болтали Гопник не был уже таким страшным Прописал ему под затылью Он посмотрел на меня Я занервничал Он улыбнулся Я успокоился Решил показать им мастер-класс по танцам Парни хотели поржать И поэтому с радостью одобрили мою идею Я поднялся с дивана Закружилась голова И я упал Что-то ты плохо выглядишь Вот, выпей Полегчает Такие заботливые Хотел выпить Но не успел В глазах потемнело О, пацаны У меня есть идея А ты знаешь, что во время просмотра фильма Нельзя кушать, потому что ухудшается Закрой Ну ладно О, пацаны Обернись Оборачивайся Обернись Обернись Че? Да если бы я ей показал свою битку Она бы уже давно была моей Да заткнись ты уже Ладно, ладно, пацаны Вау Ты видел? Ты видел, как он его? Моя Если ты сейчас не успокоишься Я тебя сам ушатаю Смотри Смотри Что такое? Это Это божественно Это шедевр Шедевр Какие-то на фраторе Дай фильм посотреснуть Вообще интересно Ты ловишь Ну че задоваты Посмотрим ужастик Смотрим Ну давай Все хорошо, окей С тобой все хорошо Ты походу отписался Давайте выпущу комедию Оооо, здоровенька А шо вы тут делаете? Смотрите, а может с вами? Скруйте. Ну и сейчас с вами. Его все равно в конце убьют. Пацаны, я его убью. Хана волосатому. Ребята, че? Давайте потише пока. Да, привет, Мат. Да я покушал, да я сделал я уроки, сделал. Все. Да, и я тебя. Алло. Да, а он тут. Водя, ты точно уроки сделал? Да, я сделал уроки. Да, 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 он уроки сделал. Да, хорошо, я передам, чтоб кашу потом поел. Не забудь поставить лайк, подписаться и включить колокольчик, потому что новые видосики выходят каждую среду и субботу в 10.00 по московскому времени. А также посмотри все остальные ролики на нашем канале. Ну и не забудь посоветовать своим друзьям. Удачи тебе и до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok